Не знаю, скатается ли тут чат, но хотел задать вопрос, почему ты говоришь, что Пиро не умеет петь высоко, поэтому звучит с гитарами, и Ангел тоже не торт. Но как тогда Тиллендеман существует? Так, перефразирую вопрос. Короче, если я говорю, что у Пиро и у Плэнт Энджел основное очарование голоса находится внизу, и поэтому они плохо взаимодействуют с гитарами, то как тогда живет Тиллендеман, у которого очень низкий голос, хотя на самом деле у него не такой низкий голос, у него всего лишь баритон, который он просто вот так вот опуская гортань, ставя его на опору и добавляя ему металла такого характерного в голосе, он добивается такого заниженного эффекта, зажатого. Да очень просто, если вы послушаете трекер Амштайн, то подавляющую часть времени, когда Тиллендеман поет вот там внизу, гитары просто молчат. Он это делает под бас, барабаны, электронику. То есть там клавиши, бас и барабаны играют. Включаются гитары, либо на фоне очень аморфно, которые играют джи-джи-джи-джи-джи, которые особо не занимают микс, либо когда гитары въебывают, то Тиль уходит выше и начинает кричать почти, чтобы как раз быть над ними. И в этот момент в миксе на самом деле происходит каша, но просто за счет очень грамотного продакшена. Все-таки давайте не будем забывать, что над записями Рамштайн работают профессиональные люди, за большие деньги, любящие свою работу и делающие эту работу много десятков лет. И вы в противовес им ставите русских рэперов, людей, которые всю жизнь привыкли писаться на скачанные биты из какого-нибудь там ВК-сейвера.